В культурном центре Кудук, где проходила постановка спектакля «Аккорд, висят крышки от стиральной машины Киргизия». Этот реквизит напрямую связан с гражданской войной в Таджикистане 1992-1997 годов. Мирные жители в то время с помощью таких крышек защищались от пуль. В тех событиях погибли около 60 тысяч человек. 100 человек пропали без вести. 1 миллион 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие тоже задают вопрос, почему крышки. Крышки, потому что несколько моих героев и в рамках исследования многие рассказывали о том, что люди закрывались от пуль от крышек Киргизия. Поэтому вот сегодня они здесь. В первой части спектакля «Аккорд» демонстрируется видео, снятое во время гражданской войны в Таджикистане. На разделенном на три части экране можно видеть разрушенный душанбе, вооруженных людей и ставшими сиротами детей. Видео сопровождает песня российской певицы Манижи, посвященная беженцам. Девочка, танцующая на видео, это автор постановки «Аккорд» Диана Рахманова. Последние 10 лет она живет в Бишкеке. Через детей и творческих людей она хочет показать все отрицательные стороны вооруженных конфликтов. Она рассказывает, что из-за гражданской войны сиротами стали 55 тысяч детей. В моей жизни война сыграла довольно большую роль, потому что моя мама, мои родные, они тоже в свое время вынуждены были меня оставить в связи с тем, что была гражданская война. Ну и в целом я думаю, что таких, как я, наверное, в Таджикистане очень много, кто каким-то образом был с этим всем связан. Во второй части с монологом выступает таджикистанский певец и композитор Далер Назаров. Во время монолога актер Талхат Бериков исполняет роль пекара-лепешек. В конце спектакля зрители становятся в очередь за горячим хлебом. Во время гражданской войны многие граждане не имели доступа даже к хлебу. Премьера спектакля пришлась на вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе. В этих событиях Кыргызстан потерял 36 своих граждан, а Таджикистан – 19. Родившаяся в Таджикистане, но живущая в Кыргызстане Диана Рахманова отмечает, что в конфликте на границе не выиграет ни одна из сторон. Мне очень хотелось в том числе обратиться к людям, что на самом деле это никогда не война каких-то культур разных, это не война народа, это всегда войны каких-то очень, возможно, богатых и влиятельных людей в том числе. Следующий показ спектакля «Аккорд» запланирован на 29 мая.